Приветствую вас и, как мне кажется, основная проблема заключается в том, что вы считаете, что все вокруг сукроухоженные и одеты с иголочкой. Вот откуда у вас формировалось такое зависливо сравнительное мнение о других, откуда имеет место быть заниженная самооценка, почему у вас привлекательность опирается в деньги, а не во внутреннюю красоту, в уверенность в себе, в духовность, в обычное слежение, как описала вам моя коллега, за собой и так далее. То есть, вы же сами, наверное, понимаете, что если предположить, хотя бы просто предположить, что вы хорошо одеты, ухожены, все как вам нравится, то при таком раскладе вы будете думать, а вот мужчина-то меня выбрал. Почему? Да? Потому что я такая вот красивая, ухоженная, да? А дальше что? Ну, если бы он меня выбрал такой, а если бы я не была такой, как бы он тогда на меня смотрел, понимаете, в чем момент, в чем момент и том? Что для вас важнее всего в отношениях? Что для вас важнее всего в вас самой? Почему деньги важнее всего для вас? Почему вам, медведи, в сравнении себя с другим? Откуда это? В сравнении себя с другим? Не нужно себя сравнивать. Нужно стараться быть лучше. Не лучше всех, а лучше. И все. Как я могу поддерживать себя привлекательной девочкой, если нет денег на это? Привлекательность не зависит от денег. Это зависит от вашей самооценки. Самооценка зависит от осознания собственных достоинств, от осознания собственной значимости, от принятия себя, а не от денег. И если вы себя не принимаете, если вы стесняетесь, если вы сравниваете себя с другими, то вот поэтому вы и не привлекательны. Потому что человек, который не сравнивает себя с другими, он не уверен в себе. Который сравнивает себя с другими, но он не уверен в себе. Если человек не уверен в себе, это замечают другие, и вы становитесь непривлекательными. Грацию, внешний вид, все вот это вот вы можете без каких-то крупных денежных запрас создать. Об этом вам рассказала моя коллега достаточно подробно. Я вам говорю о другом, о том, что не все упирается в деньги, привлекательность не упирается в деньги. Внимание, мужчины тоже в деньги не упираются, но вы серьезно хотите сказать, что мужчины все и вся ведутся на обертку? У кого денег нет, и это нормально, и тот одевается скромно, но со вкусом, и я полагаю, что это именно ваш выбор, вот, если у вас нет денег. Но если у вас нет денег, то на это можно заработать, подумать о том, как можно заработать, подумать о том, чем вы занимаетесь, подумать о том, как можно реализоваться, и через реализацию, через деятельность, познакомиться с другими людьми. Людей, в частности, с мужчинами. То есть, не просто привлекать мужчину, какого-то абстрактного, да, а именно, именно, через деятельность. Для этого вам нужно самой себя считать привлекательным. А привлекательны вы просто так, то есть, без каких-либо условий. У вас же есть условность. И вот условность этой привлекательности, красоты, изнашенности, уверенности в себе, это комплекс, который привит вам общество и строится вашими родителями. И вот с этим комплексом, с этой вот причинно-следственной связи, что от денег зависит то, как вы привлекательны, насколько вы привлекательны и так далее, и нужно работать. Как он появился, откуда он появился, кто вам его внушил, какие ситуации заставили вас так думать, и так далее. Вот это принципиально важный момент. Разберем это, все остальное станет неважным. Абсолютно. Мужчины любят женственную, не внешность, не внешнюю сторону, такую, как платье, украшения, там и так далее. Женственную красоту, уверенность в себе, немножечко недоступность, достоинство. А это все, согласитесь, можно иметь и без денег. Но только если вы любите себя, только если вы уважаете себя, и только если вы перестанете обращать внимание на других, и будете, как бы, позволить другим быть другими, а себе собой. Все. И тогда у вас все будет хорошо. Нужно свои собственные плюсы найти, активировать, реализовывать. И через деятельность, как раз таки, может быть, деятельность по достижению этих самых денег, которые вам нужны, знакомиться с людьми. Далее. Вопрос. Зачем вам привлекать мужчин? Вот, чтобы привлечь мужчину, нужно чувствовать себя женщиной. Зачем вам привлечь мужчину? Мужчину. Это первое. Второе. Как девушка, например, школьник, школьница, да, ну, даже, может быть, дошкольница, ну, пусть школьница. Как школьница чувствует себя привлекательной? У нее нет денег особо. И педикюр-меникюр, она, ну, не делает, не делает, серьезно. И шибко дорогие платья, если вы живете в России, она тоже не делает. Но привлекательность она себя чувствует, как? За счет поведения, за счет обаяния, за счет общения, за счет того, как она сама-сама к себе относится. И это все не имеет отношения к деньгам. Если мы говорим о взрослой жизни, о социальной жизни, то это деятельность. Чтобы показывать людям, какая вы, нужно действовать. Нужно заниматься делом. А не просто привлекать мужчин, надеяться, что вот они вас заметят. Это, это неправильно. Ну и, естественно, осваивать, выявить свой стиль. То есть стиль, это не богатство. Стиль, это недорогая и изысковая одежда. Стиль, это подобранный фасон, цвет, там, форма и так далее. Это выгодное подчеркивание своей фигуры. Это выбор такого типа одежды, заметьте, не типа, заметьте, типа, а не класса. Табана вам нравилась. Табана максимально выгодно подзеркивала ваши внешние данные. Которые, кстати говоря, тоже, а денег не зависят. Я полагаю, что важно, в первую очередь, работать над самооценкой и над моделью женского поведения своего. Которая не зависит, опять же, от денег. Женская модель поведения, это поведение, общение, движение ваше, то есть хореография. Разнообразные интересы у вас, чтобы можно было о чем поговорить. И выбранный вами уровень сексуальности, если мы говорим о мужчинах, да. И все. Вот это модель женского поведения. Ну, и различные характериологические элементы, которые определяют, какое место, какую позицию вы хотите занимать в отношениях с мужчинами. А покажется, на данный момент, вы недовольны собой, недовольны своей жизнью, сравниваете себя с другими, переживаете у вас не денег. И откуда вам связь привлекательность для мужчин? Ну, мужчины видят вас именно такой, как вы себя чувствуете, и поэтому не привлекают к вам внимания. И я уж молчу про деятельность. Причем деятельность, это желательно не должна быть коммерческой. То есть это деятельность хобби, увлечения, какие-то там мероприятия и так далее. Я полагаю, именно так можно ответить на ваш вопрос. Могу искренне пожелать вам выбрать себе психолога и поработать с ним, например, повышение самооценки, например, переоценки своих ценностей, потому что они у вас расставлены явно не в том порядке. И для личностного роста, чтобы вы поняли, что у вас там не то, что модно, не то, что находится вот в тренде, а то, что вы сами из себя представляете. То, что у вас само есть. И деньги этого никогда не дадут. Но я понимаю, что это далеко не все. И вопрос в том, для чего вам мужчина? Какой вам мужчина нужен? Человек-спутник жизни вашей? Там, партнер, спонсор? Подумайте об этом. Исходя из этого, вы выстраиваете свое модель поведения. Потому что всех мужчин вы не привлечете, и вам циливать все нужные именно на конкретный тип класс молодых людей. Вот стоит подумать, какие вас привлекают. И зачем, для чего вам они нужны. Вот как только себе на этот вопрос ответят, сразу намечится цель, и сразу пойдет анализ средств для достижения этой цели. И деньги здесь, поверьте мне, далеко не главное. Когда много денег, их некуда девать, ну, это, знаете, просто одесса вообще баракой, и все. Вот когда денег нет, или их недостаточно, ну, да, нужно определять фантазию. А там, где фантазия, там индивидуальность. Где индивидуальность, там оригинальность. Где оригинальность, там привлекательность. Но только для людей глубокие. Вопрос, что умны ли вам глубокие люди? Это вот и же вопрос. И поверьте, аккуратность, опрятность, и вкус в одежде ценятся гораздо больше и во внешнем виде. чем роскошь. Но опять же, смотря, какими людьми и люди нужны вам. И какой человек мы сама. Какие у вас ценности. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.